Дайвинг-центр для людей с инвалидностью появился в Одессе в первую очередь усилиями неравнодушных людей. Сейчас же он дает возможность людям, которые вряд ли когда-нибудь смогли бы самостоятельно поплавать в море или тем более погрузиться под воду, испытать новые эмоции. Волонтеры признаются, когда они начинали, набираться опыта было попросту ниоткуда и ниот кого. Так что работали методом проб и ошибок. «Посмотрели, где что есть в мире. В июле был открыт с громким названием дайвинг-центр. А в сентябре он появился в Испании. Он отличался от нашего тем, что у них другой пляж песочный, плоский, допустим. И из того, чего мы еще никогда не пробовали на наших пляжах, там был, например, навес прямо в воде». Правда, порой, общемировая практика не всегда подходит некоторым местным чиновникам. К примеру, пляжные коляски для людей с инвалидностью, которые используются во всем мире, не устроили некоторых инспекторов. Пришлось подгонять под их видение. К тому же волонтеры просят не считать, сколько людей погружается под воду в год, ведь в первую очередь это объект инфраструктуры уже сейчас. «На Старосинной площади якорь поставили, написали Одессу. И туда из Жмеринки едут сфотографироваться с этим якорем. А у нас 112 тысяч людей с инвалидностью в области, это только наших. И мы им предлагаем, что вот у нас есть такое. Вот очень приятно, когда эта инфраструктура была сделана. Здесь пошли мамы с колясками. Вот поэтому очень удобный пляж для того, чтобы заезжать. Здесь едут велосипедисты как к себе домой. Мы просим рассматривать это как создание инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями для города, у которой расширяют свои туристические возможности». В рамках программы «Равенство город» выделяет более 100 тысяч гривен в год на благоустройство пляжей для людей с особыми потребностями. Непосредственно на дайвинг-центр тратится около 50 тысяч гривен. При этом за территорией волонтеры следят сами. А все инструктора, помимо того, что работают бесплатно, так еще и предоставляют свое оборудование и даже сами иногда доплачивают. Многие из них занимаются этим настолько давно, что уже и забыли, почему они начали. Но точно знают, почему делают это до сих пор. «Уже лет 12, сложно вспомнить, как это не делать, потому что людям-то это надо. Не всем, те, кто могут нормально передвигаться без определенных ограничений, не всем это доступно. Когда людям даришь этот подводный космос, то есть они там летают, порядок. Когда-то Прохоров сказал, что уходит немощь передвижения. Это важный момент. Легко летают, коляска остается где-то там в воспоминаниях». Целью визита выездной комиссии была проверка доступности услуг пляжа для людей с инвалидностью, а также проверка развития инфраструктуры. СМЕТы еще не сверяли, пока просто смотрели на дайвинг-центр. Результатом остались довольны. А вопрос о более существенной помощи со стороны города решили не откладывать в долгий ящик. «Сегодня мы комиссией пришли к тому, что необходимо сделать целостный план по реконструкции дайвинг-центра, где будет четко написано, чтобы было, во-первых, удобно укрепление, что необходимо сделать проект по укреплению пирса, спуск в воду удобный. Это нужно советоваться как со специалистами профильными, так и со специалистами, которые занимаются вопросами инвалидов». Проект собираются разработать за две недели и при тесном сотрудничестве с волонтерами. В целом же депутаты и общественники сошлись в одном. Пляж и дайвинг-центр для людей с инвалидностью в Одессе стабильно функционирует, но помощь в его усовершенствовании волонтерам просто необходима. Тем более, что в Украине аналогов такого центра нет, а наш город идеально подходит для таких начинаний. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...